свежий обзор у без studio настройки для стрима на windows на windows но именно у меня windows 10 ну а такие же такие же настройки для windows 11 по моему вот ну вот так выглядит сегодня октябрь 22 октября двадцать третий год вот так 2020 году выглядит у без студио в общем что здесь нового изменилось кажется ничего не поменялось но единственное появился это виртуальная камера сейчас мы расскажу что такое виртуальная камера виртуальная камера это например вот у меня сейчас установлена видеокамера ноутбуки intel 3 у меня он слабый ноутбук вот и ну ну то есть поэтому специфически я просто говорю intel 3 что у меня более ну качество видео я устанавливаю ниже ушел слабым ну вот у меня такая видеокамера в общем вот она не видно вот она называется интегрированная камера она вот здесь находится ну то есть мы выбрали 3 например вот отсюда мы выбрали да из меню 3 3 именно я выбрал вот эти как сказать параметра это дисплей капчер это снимок экрана этот свет но цвета я просто так выбрал он его можно убрать принципе сейчас например чтобы не мешал так уберем цвет ну что такое за видеокамера вот это у меня работает интегрированная камера на ноутбуке вот но если мы ее кликнем вот эту вот она вот написано написано интегрированная камера но здесь есть меню обе с виртуальная камера вот выбираем ее ну вот шупы и получается но здесь можно нажать начать работу виртуальной камеры вот но она у меня именно копирует то что делает снимок экрана вот вот я вам рассказал что такое виртуальная камера вы скажете что это я сам не знаю вот но кому интересно можете с этим как бы играть да пытаться понять для чего она нужна вот мы и выключаем и здесь мы обратно включаем мою видеокамеру интегрированную вот я вам показал что это за виртуальная камера ну не знаю принципе что это такое для чего она нужна так ну все я выключаю видеокамеру совсем чтоб она нам не мешала и мы смотрим что за настройки у меня для windows 10 для стрима именно для стрима я хотел сегодня записать видео ну вот это вот мы пойдем так по списку вот это общее верху это я не менял поэтому не будем тратить на них время вот дальше идет стрим здесь я сам для ну для для наглядности написал то есть это когда вы стримите на ютюбе то здесь устанавливаете кастом здесь вы устанавливаете копируете там написано прям на ютюбе ну именно на десктопе если на большом компьютере на десктопе там вы копируете название сервера и там вы копируете ключ для стрима да но это я просто так написал чтобы для наглядности это не это не название сервера просто но здесь еще есть вот это какие-то youtube арте mps я не знаю что такое тоже но я привык вот это кастом и вроде у меня лучше как тут это работает вот а output выход вот у меня выход для стрима такой это вроде такие же были тоже не менял 2500 килобайт 160 битрейт это не меня вот это единственное поменял hardbar киевский то есть там есть еще вот это видео энкодер там есть для макинтоша называется софтвар вот вот это я поменял для windows hardbar киевский ну и нам сейчас вот это не нужно но вот именно сейчас записываю на windows тоже рекординг это же 100 устанавливаешь hardbar киевский вот мы дальше мы идем по списку аудио ничего не менял видео видео я установил очень низкая вот потому что у меня слабые компьютеры intel 3 я установил выход очень низкие видео 1280 на 720 вот но у кого хороший компьютер может установить самое какое там есть высокая наверное вот это 1920 на 1080 если у вас мощный компьютер и хороший интернет вот такие у меня для стрима настройки ну и четкости экрана до так можно сказать попроще ход кейс я не менял это навигация accessibility я не менял это у кого проблемы со зрением их можно менять цвета вот и advanced я тоже не менял у меня установлена нормальная приоритет нормальный ну вот весь обзор в общем вот это современного но а без studio 2023 году не знаю было вам интересно вот это в общем все